Очередной чудный утренний день в родном городе. На улице, как всегда, лежит гора трупов голодных бандитов, вокруг царит лишь разруха, а местные бедняки от нечего делать смотрят мои видосы. А теперь давайте поговорим об игре. Если вдруг вы не смотрели первую часть этого замечательного эпоса, то обязательно посмотрите. Занимаясь своими мирскими делами, Джунгарик Петрович понял, что ему это все уже надоело. Он авантюрист по своей натуре, а значит ему нужны приключения. Недолго думая, да и впрочем совершенно не собираясь, Джунгарик Петрович выдвинулся на север. Почему север? Просто так. На пути нашему герою встречалось огромное количество различных трудностей и препятствий, с коими, к слову на удивление, он достаточно неплохо справлялся. Первым новым городом в нашем путешествии была Стопка. Я хочу вам показать, насколько круто и тепло меня там встретили. Назвать меня темным зверем и чудовищем, это, конечно, верх наглости, но я бы не сказал, что мне не понравилось. Ведь я действительно зверь и я действительно черный. Как оказалось позже, обращались они, к сожалению, не ко мне. А вот к этому голому гомункулу, который одной палкой медной пытался отбиться от толпы разъяренной охраны. Я был вне себя от ярости, потому что не мог понять, чем же он заслужил мой титул темного зверя. Отбивался, правда, он достаточно недурно, и учитывая, что он дрался с толпой, неплохо. Но, как говорится у нас в хабе, один в поле не войн, один в поле только какать. И да, буквально пару слов о тех, кто его толпой и избивал. Знакомьтесь, святая нация. И о, не заблуждайтесь, святого там реально мало. Это местные шовинисты. Так что, если ты обычный человек, проблем вроде быть не должно. Но если вдруг, в разгар боя, ты случайно лишился своей руки, и вместо нее решил вставить себе роботизированный протез, то ты очень сильно удивишься, придя к ребятам из святой нации. Поскольку то, с какой хирургической точностью, филигранностью и скоростью тебе этот протез запихают в твое мягкое место, удивит любого. Поэтому было решено быстренько подлутать все мертвое, реализовать товар, а на полученные деньги закупиться в местной бершке. Знакомьтесь, новый, свежий и обновленный джунгарик Петрович. Запрети мне ходить в Редане. Курточка-то моя дает мне очень неплохой баф на плюс к арбалетам. Правда, спойлер, мне все равно это не поможет. Задерживаться не стоит, если я не хочу стать местным рабом, так что выдвигаемся в путь. Снова какие-то рандомные перепалки с бомжами, и просто поистине огромное количество беготни. По пути наткнулся на местный рабский поселок. К слову, организован он святой нацией. Вот вам и микрозаймы. И снова эпичнейшие файты, в которых маленький щенок одним укусом чуть не закоптил меня, как колбасу. Хотя, казалось бы, куда уж больше коптить. В какой-то момент времени я доковылял до равнины людоедов. Что может пойти не так? Ничего. За весь путь туда я не встречу ни одного людоеда. Изредка рядом прибегали вопящие бандиты, почему-то голые. Судя по облику, бежали они в сторону местного нудистского пляжа. А еще рядом были они. Местные ублюдки. Бегают они намного быстрее тебя. А если ты упадешь, то они начнут тебя жрать. Спастись, в общем-то, невозможно. Но каким-то чудом я все же сумел проскочить незамеченным и выйти на равнину левиафанов. Кстати, кто такие левиафаны? Это вот эти вот огромные клещи. К моему удивлению, травоядные и миролюбивые. Конкретно эту особь я назвал Илюхой. Рядом располагался заброшенный комплекс. Как я понял позже, это было заброшенное оружение. А так как Джунгарик живет по принципу «все мое, даже то, что не мое», я побежал его лутать. Внутри меня уже ожидала местная братва, и разговаривать она со мной явно не собиралась. Пришлось по старой схеме делегировать обязанности ведения боя на Илюху. Респект Илюхе. В какой-то момент времени рядом стали окучиваться местные техноохотники. Делиться с ними добычей мне не очень хотелось, поэтому я решил все по совести. Сагрил на них огромную толпу пауков и тем самым подставил. И вот, мне никто не мешает. Техноохотники практически разбиты, местная охрана тоже повержена, можно забирать добычу. Осталось только сагрить одного единственного паука на втором этаже. Но он, в свою очередь, одним ударом оторвал мне руку, а вторым вовсе убил. Спасти меня, очевидно, некому. Техноохотники перебиты, Илюха жует траву, а я валяюсь и откисаю. Вообще, по логике моего прохождения, в этот момент я должен был лишиться своего персонажа. Но мне казалось, что его история еще не закончена. Поэтому я быстренько перезагрузился и вновь принялся зачищать локацию. Я уже был на опыте. Что может произойти такого сверхъестественного, чтобы я снова подставился и умер? Как только я решил выйти на улицу, дверь за мной предательски закрылась. Перезагружаться в третий раз я не очень хотел, поэтому мне пришлось оттуда удалиться. На обратном пути встретил своих старых знакомых, вопящих бандитов. А где-то сверху, на плато, меня уже поджидали людоеды. Короче говоря, дорога домой была многообещающей. Началась заварушка между вопящими бандитами, людоедами и мной. Вообще, хочу сказать, что бой шел относительно ровно, пока я не увидел это. Прямо на нас выдвинулась огромная толпа местных панков. Как только стало ясно, что вот-вот запахнет жареным, я снова ретировался в неизвестном направлении. На горизонте стал появляться местный город, Дыхлокот. Неужели мое спасение от людоедов, подумал я. Просто сказочный дебил, подумал город людоедов. Как только я осознал, что это было их местное пристанище, пришлось делать ноги и оттуда. Погоня, правда, на этом не закончилась. И как только я всмотрелся в толпу преследователей, сразу заметил там одного вопящего бандита. Примерно в этот момент времени я понял, что людоеды преследуют меня не чтобы съесть, а чтобы просто избить. Обидно. Через какой-то промежуток времени мне все же удалось от них оторваться. И наткнуться на какую-то местную одинокую лачугу, в которой проживали ниндзя-чипенцы. Немного с ними пообщавшись, я понял, что они таким образом сдерживают местные людоедские племена. Чтобы те, в свою очередь, не превратили равнину в свой буфет. Крутые мужики! Нужно обязательно к ним присоединиться. Но обязательно позже. Сейчас меня ждет большая дорога. Чуть позже я нашел местную деревню-призрак. Почему там никого не было, я как-то даже не задумался. Скорее всего, из-за людоедов. Но да ладно. В любом случае, ничего интересного я там для себя не нашел, хоть и добра было очень и очень много. Задерживаться я здесь не стал и просто выдвинулся дальше. Тем более, на горизонте уже замаячила новая деревня. И не абы какая, а деревня ниндзя-чипенцев. Тех самых, кем я восхищался и кем хотел в конечном итоге стать. Спойлер, к ним я так и не присоединюсь. И вот почему. Какое-то местное быдло решило до меня докопаться. Итогом нашего короткого диалога, в котором, к слову, я себе показывал, как максимально доброжелательный и миролюбивый человек, стал приказ о моей смерти. С криками и воплями, ну почему же это происходит постоянно со мной, я попытался оттуда сбежать. Как итог, огромный стальной снаряд пробил мой глаз и выбил и без того пустую голову. И вот я лежу мертвый уже в третий раз. Если честно, это стал последний раз смертью Джунгарика. Я просто понял, что уже вселенная пытается слить этого персонажа. И, к сожалению, я поддался сценарию этого огромного мира Кенши. Так что да, Джунгарик Петрович официально и окончательно погиб. Так что если вдруг кто-то, как и я, сумел привязаться к этому персонажу буквально за две серии, то предлагаю совместно почтить его память многозначной буквы «Ф» в комментариях. Но там, где заканчивается одна история, всегда начинается вторая. Знакомьтесь, Петр Джунгарикович, сын Джунгарик Петровича. Ого, как повезло. О смерти отца он узнал через телеграм-канал. А для тех, кто тоже хочет быть в курсе всех новостей, как Петр Джунгарикович, есть ссылка в описании. На момент гибели Джунгарик Петровича, Петр Джунгарикович, по всей видимости, находился где-то в Норильске. Атмосферы практически не было, а с неба капал разъедающий насквозь кислотный дождь. Но выбираться как-то надо было, и он выдвинулся напрямик. Теряя свои конечности в кислотных лужах, через какое-то количество времени он все же сумел выбраться. Путь держали мы в хаб. Для тех, кто не смотрел первую часть по каким-то причинам, это некое пристанище Джунгарик Петровича. Ну, по крайней мере, так было до его смерти. И вот они, родные пенаты. Где-то стоит одинокое заброшенное здание. Некогда дом и база Джунгарик Петровича. Но расстраиваться нам некогда. Надо отомстить за отца и похоронить его бренное тело. После погибели Джунгарик Петровича, в наследство как его сыну, мне досталось некоторое количество катов и, конечно же, его дом. На полученные деньги я купил в местном баре немного еды и выдвинулся в путь. Давайте я поделюсь с вами тем планом, который составил Петр Джунгарикович, назвав его месть за батю. Для начала нам необходимо накопить и купить себе достойное снаряжение, то есть оружие и броню. После чего стать сильнее и научиться с этим самым снаряжением управляться. И в конце концов вернуться в ту самую деревню ниндзя-очепенцев, раскидав там всех налево и направо, тем самым отомстив за отца Петр Джунгариковича. Ну и, конечно же, похоронить его бренное тело. Вот и все. Начать нужно было со снаряжения. И кто, как ни шеки, знает толк в хорошем оружии и броне. По пути я помог местному каравану отбиться от голодных бандитов и нашел для себя те самые бархатные тяги. Что за тяги такие? Бархатные тяги, ребята. И вот меня снова тепло встречают шейки. Я быстренько забежал к местному оружейнику, но, к сожалению, ничего для себя интересного так и не нашел. Все было какое-то слишком громоздкое, тяжелое и в большинстве своем на силу. Мне это не подходило. Поэтому я быстренько закупил местную сумочку Луи Виттон, а у местного броника закупил крутую кожаную куртку, не менее крутые кожаные балахоны, рубашку на всякий случай и какую-то жестяную банку на мое могучее лицо. Кстати, выйти из здания броника у меня почему-то с первого раза так и не получилось. По всей видимости, граф просто отказывался выпускать такую машину для убийств наружу. Но после быстрой перезагрузки баг пропал, а я продолжил свое путешествие. Перед изнурительными тренировками мне необходимо было залечить свои старые ранения, поэтому я арендовал койку и стал отдыхать. Придя в себя, я заметил, что рядом с нашим городом располагался лагерь местных бандитов. Отличная опция для моих тренировок. Бедняги еще даже не догадывались, какой кошмар их ожидает впереди. Этой же ночью я нашел в местной башне целый тренировочный комплекс. Правда, он был чужой, из-за чего после какого-то промежутка времени меня попросили культурно оттуда смыться. Но ничего страшного, я худо-бедно там успел потренироваться, а значит был готов к бою. Я встал на путь истинного самурая. Я сражался, убегал тогда, когда понимал, что я уже не ввожу эту огромную толпу разъяренных бандитов. Мне без помощи местных охранников бывало даже побеждал. Я получал ранения и их залечивал, забирал, а после продавал трофейное снаряжение, чтобы на эти деньги можно было купить медикаменты и еду. В бою старался не бесчинствовать, не бить слабых и помогать тем, кто нуждается. А однажды меня избили и отправили в кому на всю ночь. Путь истинного самурая. И снова по кругу. Я сражался, продавал вражеское снаряжение, залечивал бесконечные раны. Коротко говоря, день за днем я становился все сильнее, богаче и злее. Все было хорошо, но в один момент я осознал, что из меня выходит какой-то крайне никудышный самурай. Потому что вместо катаны я ношу какую-то стальную трубу. В местном городе катаны не продавались, делать ее самостоятельно тоже не вариант, поэтому я решил выдвинуться на юг и уже там на месте продолжить свои тренировки. Путь мой лежал через болото. Не знаю, зачем вам эта информация, потому что толком-то ничего интересного на болоте не произошло. Ну, или почти ничего. На пути я заметил, как красные сабли воюют с зелеными болотными ниндзя. Впрочем, ничего нового и интересного. В эту баталью я решил не вмешиваться, потому что это как-то бесчестно. Правда, меня в конце концов заметили и увязались. В свою очередь, я не стал принимать бой и просто побежал дальше по своим делам. Ну и вот, мы бежим вдвоем, лишь изредка хлюпая под крадулями. Кстати, наш бой с бэнд выглядит очень даже эпично. Временами приходилось ждать моего товарища, пока он залечит свои раны. Но за свою доброту я получил по хребту. Позже мой товарищ увлекся новыми друзьями и оставил меня в покое вовсе. Ну и ладно, путь истинного самурая это путь одиночества. И вот, я прибежал до крюка. Всем пуджам салам, остальным соболезную. Как я и предполагал, местный оружейник действительно продавал катаны. На самую дорогую катану у меня не хватило катов, поэтому я решил взять золотую середину. Клинок ниндзя за 5700. Имя данному клинку я предлагаю вам дать самостоятельно, написав соответствующее название в комментариях. Наиболее интересные или наиболее залайканные я и выберу. Ну а я, в свою очередь, выдвигаюсь далее в путь. И вы только посмотрите, как же здесь порой бывает ночью красиво. Но отвлекаться не стоит. Как только я засмотрелся на местные красоты мира Кенши, до меня докопалась какая-то непонятная шекская гнилозубая табуретка, приняв меня за беглого раба. Настоящий самурай в свой адрес подобных оскорблений не потерпит. И я решил дать ответный бой. Сражение наше длилось 3 луны и 3 солнца. Ну или почти так. На протяжении всей ночи мы старательно выбивали друг другу зубы. То я ему, то он мне. И вот после очередного пропущенного удара, я заметил, что моя рука более не поднимается. Очевидно, что катану в руках держать я более не мог, а самурай без катаны не самурай. А значит, пора использовать основную и самую главную самурайскую тактику. Сбежать с позором, роняя кал. Уйдя от преследования, я решил организовать небольшой привал, чтобы залечить свою покалеченную руку. Ведь перспектива сбора своих зубов по всей пустоши мне как-то не очень улыбалась. А на утро я, как всегда, принялся забивать своей, пока не названной катаной, бандитов и негодяев. Ну, вот и подошла к концу вторая часть нашей с вами истории. Истории о путешествиях, сражениях, разочарованиях, смерти, мести и очень многом другом. Понятное дело, что эта история еще не закончена и будет очевидное продолжение. Ведь в конце концов, Петр Джунгарикович должен отомстить за смерть своего отца и похоронить его тело, как вы, возможно, помните. Так что, если вдруг вы впервые на этом канале и вам понравился данный видеоролик, который я снимал очень старательно, специально для вас, то, ребята, попрошу вас оценить его, подписаться на канал, зайти в телеграм-группу по ссылке в описании, где мы с вами сможем в режиме лайв обсуждать различные новости, идеи для видеоролика, анонсы и так далее, тому подобное. Ну и, конечно, не забудьте дать название в комментариях моему новому клинку. До встречи в следующем видеоролике.